Виктор Паньков 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 направлении собственно сейчас мы достигли целевого диапазона ближайший локальный уровень сопротивления у нас 13481 будьте внимательны здесь также есть стоп лоссы участников и у нас возможно коррекция от этого уровня более дальние цели вверху 1 35 33 1 35 45 к ним рекомендуется присмотреться после коррекции к одному из ключевых уровней 1 33 94 1 33 50 и здесь уже можно будет рассматривать именно вот такое развитие событий ну примерно это может произойти вот так более дальние цели за вот этим локальным уровнем пока мы не отмечаем цели внизу у нас будут актуальны только после того как будет перебить вот этот локальный минимум это котировка 1 32 79 здесь также у нас имеется не отработанный уровень но если цена пройдет еще чуть-чуть подальше за вот этот локальный максимум то этот уровень скорее всего будет не актуален поэтому пока что при движении вниз рассматриваем только эти два уровня поддержки и нижнюю границу трендового канала в котором сейчас как раз и двигается у нас фунт доллар японская иена продолжает снижение на прошлой неделе мы пробили трендовую линию пошли в нисходящем направлении от тестировали несколько локальных диапазонов и сейчас второй раз и тестировали глобальный диапазон однако до ключевого уровня ликвидности мы не дошли 103 304 этот уровень поэтому с текущих позиций будем рассматривать снижение данной котировки как минимум данной котировки случае если мы пройдем немножко выше то два ключевых уровня сопротивления 103 723 103 800 84 могут нам дать хорошую точку входа для продолжения нисходящего движения но если мы провалимся еще ниже то здесь есть ключевой уровень 103 072 103 194 которому также стоит присмотреться поскольку он у нас структурный то есть если мы с вами посмотрим то вот эта структура движения цены движение коррекция движение коррекция она повторяется достаточно точно и вот эта волна как раз может стать завершающей в данном нисходящем тренде и затем уже полностью тренд сменится и пойдет в восходящем направлении цели вверху ближайшие у нас расположены пока что в районе котировки 104 202 здесь же у нас есть некоторые стоп лоссы участников поэтому этот рубеж рассматриваем как ближайший доллар канадец продолжил снижение достаточно длительно уже мы идем вниз третью неделю поэтому будьте внимательны пока что мы находимся в рамках разворотного разворотной зоны ключевой диапазон мы оттестировали важный ключевой уровень 1 26 91 про который я говорил на прошлой неделе это уровень по структуре старшего таймфрейма то есть вот оно было снижение 1 коррекция и вот оно снижение 2 и четко мы подошли то есть к этому уровню поэтому в ближайшее время у нас все-таки намечается с большей вероятностью разворот тренда по данному активу и ближайшая цель находится в районе 1 28 95 1 29 14 есть конечно еще более близкая цель это диапазон 1 27 94 1 28 0 1 здесь же у нас сосредоточены некоторые стоп лоссы участников но а однако это все таки и более такие краткосрочные цели их мы можем достигнуть уже сегодня вот поэтому более дальние цели также себе помечайте но если мы провалимся ниже следующим рубежом где мы будем искать какой-то разворотный паттерн либо в агрессивную отрабатывать от верхней или нижней границы это будет у нас диапазон 1 25 91 1 26 57 австралиец доллар вчера продолжил восходящее движение однако локальный максимум мы снова не перебили таким образом стоит сделать предварительный вывод о том что движение по данному активу вверх выдыхается все-таки идем мы вверх уже достаточно долго посмотрите то есть как мы 24 ноября пробили верхнюю линию трендового бокового канала с тех пор пошли вверх 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 и и толком еще никакой глубокой коррекции у нас не было поэтому вполне возможно что ближайшее время произойдет по данной паре развороты мы скорректируемся на более глубокую величину ближайший уровень поддержки у нас 0 7477 и циклический диапазон поддержки 0 74 26 0 74 37 ближайшие цели вверху 0 75 84 0 75 98 более дальние мы конечно можем себе пометить можете себе их на график нанести 0 76 90 0 77 0 6 но хочу предупредить что технически вряд ли мы их достигнем на этой неделе ну то есть имеется ввиду дальних целей поскольку уже и фундаментального фона как такового нет для данного события и техника говорит о том что сейчас вполне возможна коррекция новозеландец доллар также продолжает медленно но верно карабкаться вверх в отличие от австралийца он регулярно обновляет максимумы но однако вот вчера видим что не обновил поэтому здесь у нас идея следующая восходящий восходящий тренд пока сохраняется ближайшая цель находится в диапазоне 0 71 53 0 71 66 с текущих позиций уже актуально рассматривать данную идею с небольшим стоп-лоссом однако будьте внимательны здесь по структуре мы можем с вами дойти до котировки 0 71 20 и после этого сделать более глубокую коррекцию ну а потом возможно вообще уйти вниз вот по такому примерному сценарию все-таки мы сейчас находимся в районе важного ключевого уровня это у нас уровень 0 71 14 как мы видим в прошлый раз цена возле него поплясала и отскочила вниз достаточно неплохим потенциалом поэтому сейчас возможно повторение сценария обязательно используйте стоп-лоссы и соблюдайте мани менеджмент ближайший уровень поддержки внизу 0 70 48 он находится за стоп-лоссами поэтому отсюда можно спокойно работать лимитными ордерами и не бояться что цена провалится куда-то глубоко 0 70 20 0 70 27 циклический уровень для тех кто предпочитает в текущей позиции шортить здесь я бы рекомендовал вам выходить из сделки но возможно что у нас появится вариант выйти раньше и отработать повторно нисходящее движение будем наблюдать и смотреть по факту золото золото таки достигло своих целей по восходящему краткосрочному тренду благодаря вчерашнему движению видим что сперва у нас был небольшой тест уровня от него отскочили порядка 100 пунктов составило движение но затем продолжили собственно сейчас в небольшой проторговочке мы стоим целевом диапазоне и в данном случае я ожидаю коррекционного движения вниз к вот этому диапазону 1841 51 1844 21 от него уже восходящее движение вот к этим целям 1863 28 1868 14 будьте внимательны вполне возможно что поскольку у нас есть неотработанная ликвидности сверху и снизу мы можем также перед глобальным походом вниз сначала ломануться к нижним целям а затем уже пойти покорять вершины поэтому здесь я бы рекомендовал ознакомиться с опционным анализом моего коллеги Дмитрия Зеланда и нанести себе на график опционные уровни интереса по золоту также можете посмотреть обзор Александра Родионова он достаточно четкие рекомендации дает по маржинальному обеспечению и они могут вам помочь выставить более четкую картину движение актива в какую сторону стоит открывать сделки а в какую не стоит тем не менее значит цели у нас заданы верхние цели есть нижние цели есть они у нас пока не меняются и два диапазона поддержки обозначены текущее на приоритетное направление в покупке по серебру примерно похожая ситуация мы вчера прорвали трендовый канал вот этот вот флетовый диапазончик достигли сегодня точечным проколом нашего ключевого уровня ключевого диапазона 24 25 24 96 сейчас ожидаем коррекцию вниз то есть в этом плане у золота и серебра очень похожие тенденции а это значит что двигаться они скорее всего будут синхронно и коль уж оба они достигли целевых диапазонов то вполне возможно что оба могут и скорректироваться 24 34 24 40 первый целевой диапазон второй диапазон 24 0 8 24 17 и от этих границ уже рассматриваем движение в восходящем направлении 25 36 25 52 наш ключевой диапазон сверху ну а если мы будем проторговывать эти диапазоны и закрепляться под ними тогда нашей целью снизу станет вот этот диапазончик 23 43 23 55 нефть нефть марки бренд продолжает восходящее движение в рамках трендового канала пока что но уже третий день мы не можем обновить локальный максимум который у нас был обновлен 12 прошу прощения 10 10 декабря тем не менее тенденция остается пока еще живой два ключевых уровня поддержки 50 0 8 49 72 если к ним будет спускаться цена то это будет достаточно неплохая точка входа в покупку по структуре мы с вами можем посмотреть что цена достаточно четкие движения делает практически без погрешности ну и собственно если рассматривать движение к уровню и от него дальше в бай то мы точно придем к нашему ключевому уровню 51 24 но отсюда можно будет уже начинать рассматривать глобальные сделки в шорт потому что сами видите достаточно длинным был у нас поход тем более сейчас конец года и вполне возможно что из этого диапазона целевого 51 21 52 65 мы улетим на глубокую коррекцию вниз на следующей неделе посмотрим если здесь какие-то еще дополнительные факторы такие как опционные может быть уровни или какие-то еще моменты которые могут нам указать на то что мы перед новым годом капитально свалимся вниз ближайший уровень поддержки точнее ключевой диапазон поддержки 48 40 48 61 в принципе к нему мы двинемся только после того как закрепимся ниже 49 72 в данном случае и после того как достигнем уже будем смотреть как поведет себя цена то есть этот уровень у нас будет 49 13 будет у нас зеркальным уровнем поэтому здесь мы можем как отскочить от него и пойти дальше к следующим нашим целям либо соответственно закрепиться выше и пойти добивать цели сверху и доллар рубль доллар рубль вчера начал отрабатывать точнее позавчера начал отрабатывать тот сценарий про который мы говорили на прошлой неделе к сожалению с тех времен доллар немножко упал к рублю рубль укрепился но тем не менее идея еще остается живой поэтому рассматриваем по текущей структуре восходящее движение вот в этот целевой диапазон 74.47 74.70 и здесь уже наблюдаем как поведет себя цена либо это будет отскок и движение продолжится в рамках трендового канала либо это будет соответственно пробой и отработка конвергенции цели по отработке конвергенции мы с вами немножко скорректировали будьте внимательны скорее всего на следующей неделе мы еще немного их подправим пока что они у нас такие что первая цель 76 ровно вторая цель 77.22 ну а если мы будем продолжать снижаться обновляя локальный минимум то здесь у нас есть диапазон старшего таймфрейма и ключевой уровень 72.59 в котором мы уже будем искать какие-то разворотные паттерны и рассматривать конкретные глобальные конкретные глобальные смены глобальную смена направления смену тренда на восходящую пока что такие идеи у нас есть по текущим инструментам надеюсь вам понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы не пропустить следующий обзор хорошего дня и удачной торговли